Один из самых популярных маршрутов в городе 242. Для комфортной перевозки пассажиров закупили 30 новых автобусов, которые должны курсировать по этому маршруту. Вот только где они? Желтые Богданы и Эталоны до сих пор курсируют по городу в прежнем количестве, хотя их вместимость куда меньше, чем в новых обещанных автобусах. В конце прошлого года с целью обновления общественного транспорта и повышения комфортности передвижения, крупный городской перевозчик закупил около 30 новых автобусов немецкой марки MAN. Такая модель предназначена на 49 сидячих мест, когда в привычных маршрутках их хватает всего на 21 человека. Первые автобусы должны были выйти на городские маршруты 242, 232 и 250 до конца прошлого года. Проблема в том, что общественный транспорт не может быть бизнесом. А у нас получается, что некоторые части общественного транспорта являются бизнесом, а некоторые управляются городом. И, естественно, бизнес берет в себе только те куски, на которых он зарабатывает. Например, это не могут быть ночные рейсы или какие-то малопопулярные маршруты. Но они должны быть. И вот эти большие автобусы, они исчезли, видимо, потому что они невыгодны. Но общественный транспорт не должен работать ради экономической выгоды прямой. Он должен работать ради пользы горожанам. Во всех странах мира общественный транспорт непосредственно убыточен. И это нормально. Чтобы проверить реальное количество новых автобусов на дорогах, много не нужно. Всего лежить в отдаленном районе и попытаться попасть в транспорт в утренний час пик. Для того, чтобы узнать, курсируют ли такие автобусы по городу, мы вышли на остановку. Правда, в дневное время. Спустя 30 минут ожидания на горизонте появился тот самый большой автобус. Только по всему городу, несмотря на обещания, они похожи в большинстве. В диспетчерской наконечной станции маршрута рассказывают, что таких автобусов много. Вот только где их искать, никто не знает. У нас большие автобусы есть. В каком количестве? Ну, пока что еще немного, но они выходят сейчас уже на 190-й, большие автобусы будут. А по каким маршрутам они ходят? Наш 190-й, 242-й. Ну, еще не ходят, но будут ходить сейчас регулярно. С кондиционерами, со всеми удобствами для пассажиров. Некоторые водители маршруток отвечать на наши вопросы отказались. Мол, транспорт устраивает, и люди не жалуются. Немало столько пассажиров, чтобы жаловались. У нас потока пассажиров нет, все уехали за границей. Да, где же куча людей из поселка Кокотовского, вы же сами знаете. Но нашлись и те, кто не побоялся выразить свое недовольство. К транспорту, может быть, и привыкли, но от нового точно бы не отказались. Новых автобусов, они как бы, их нету. Вообще нет? Ну, есть, но они не новые. Это все проблематично. Почему? Потому что, ну, те, кто как бы, как правильно сказать, эти законы делают, они за рулем не сидят и не понимают, как это тяжело. Когда толпа людей, человек 30, подбегает, ломится в автобус, а тебе надо проехать просто по сидячке, чтобы никто не сел. Это очень проблематично. Начинаются споры, драки, конфликты, и вот в итоге потом виноват водитель. Попытаться поймать еще одну новую машину мы решили на остановке по улице Гагарина. Пассажиров в этом районе всегда хватает. Значит, и большой автобус пригодился бы по назначению. Диспетчерской нам подсказали, что максимальное время ожидания автобуса – до 6 минут. Ну что, время засекли. Будем ждать. За эти пару минут мимо нас проехало около 10 автобусов, курсирующих по разным маршрутам. Вот только ни одного нового. Маршрут курсирует каждые 6 минут, но почему-то маршрутки все еще нет. И через пару секунд нашего ожидания на горизонте все-таки появился автобус. Но, увы, все тот же привычный Богдан. О своей заслуги в обновлении транспорта в прошлом году заявил Александр Горенюк, депутат партии «Слуга народа». Тогда в фейсбуке он написал, что сразу же начал выполнять свои предвыборные обещания. Но тогда эту информацию городская власть опровергла. Мол, у этой победы совершенно другой отец. Вы помните историю, когда господин Труханов, господин Горенюк вот так вот пафосно приехали, показали, что вот эти вот низкополые автобусы, где вместительные, будут ездить по одесским городским маршрутам. Вот это приехали, красивую фотографию сделали, и на этом все закончилось. Они поездили несколько дней, и потом «Север Транс» перекинул эти автобусы, все, абсолютно все автобусы перекинул на коммерческие маршруты. Мотивация простая. Они говорят, что вот, пассажиропотока нету, денег мы не зарабатываем, а вот в ривьеру, например, возить людей, мы будем деньги зарабатывать. Народные депутаты у нас не занимаются закупкой автобусов в города. Вообще это частное предприятие. То есть, ладно, если бы это еще были какие-то муниципальные автобусы, то это можно было бы переписать муниципальной власти, местной мэрии. Но здесь народные депутаты принимают законы. Вот и все, что они делают. Он не может принять закон, которым обязать частную компанию купить автобусы. Ну, это абсурд. Несмотря на разговоры, количественно ничего не изменилось. А для комфортного передвижения по городу необходим не только новый транспорт, но и правильная сеть маршрутов, которая бы учитывала интересы каждого пассажира. Как скоро все нужные городу идеи будут реализованы – большой вопрос.